Половине семей в России хватает средств только на еду и одежду. То есть, это богатей. Половине семей хватает на еду и одежду, а другой, выходит, не хватает ни на еду, ни на одежду. Пишут, что в четвертом квартале доходы 48,2% российской семьи не позволили приобретать товары длительного пользования. Доходы 15% в семей покрывали лишь покупку еды и так далее. То есть, люди живут, иными словами, от кредита до кредита. И вот задают вопрос сейчас, почему россияне не откладывают на черный день, а что им откладывать, во-первых. И, во-вторых, спрашивают, а что черный день уже наступил, идиоты, наступил черный век. Наступил черный век, 21 век для России абсолютно черный. Ни одного дня просвета не было. В 21 веке Россией правил только Путин. Поэтому это черный век. Почти две трети россиян не смогли собрать денег на черный день. Вот еще пишут, что с этим черным днем. Ну, правильно, если у них официально зарплаты 20% работающих россиян, то есть, каждого пятого, зарплаты каждого пятого, не доходит до 15 тысяч рублей. Можешь себе представить, это работающие люди получают меньше 200 евро. Просто охереть не встать. Вот здесь где-нибудь рассказать, слышать, ты хочешь работу, мы тебе будем 200 евро платить. Посмотрим, скажем, что с ума сошел. Дурак, что ли. 73% россиян одобрили идею получать деньги просто так. Ну, естественно. Я думаю, что гораздо больше бы одобрило, если бы им объяснили, как этот механизм работает. Что они имеют право на долю в национальных богатствах. Что сейчас немедленно они имеют право на долю того, что мы конфискуем у всей этой мрази. И если они хотят получать деньги просто так, то для этого нужно не просто так, для этого нужно пошевелиться. Для этого нужно сделать революцию, чтобы получить эти деньги. Потому, что просто так хрен вам дадут с маслом. Понимаете? Поэтому нужно делать революцию. В правительстве скорректировали выплаты семьям первоклассников. То есть, знаете, как это скорректировали? Они заявили, что все, даже те, кто пойдет с шести лет, будут получать эти 10 тысяч. А так как люди нищие, услышав про то, что дают 10 тысяч, они сейчас у шестилеток, у всех начнут собирать документы, родители. Чтобы получить эти странные 10 тысяч. Вы же понимаете, для чего это Путин делает? Понятно, для чего? Для того, чтобы было видно, вернее, не было видно, какое реальное количество детей. Представьте, сейчас в прошлом году пошли в первый класс и в этом. В этом году получилось бы в два с лишним раза меньше. В некоторых школах первый класс был бы пустой. Даже один первый класс в некоторых районных школах был бы пустой. Совсем представляете? А здесь они пытаются таким образом еще подтянуть шестилеток, чтобы какая-то заполняемость была. Какая-то видимость была. Продолжение следует...